Мы помним, мы гордимся. Мы всегда вспоминаем тех сотрудников университета, кто участвовал, сражался за Родину, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Они фактически обеспечили там то, что мы сегодня живем, можем учиться, работать, творить. Мне нужно больше урожая. О, роботофициант! Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Максим Мартынов. Ушел из жизни бывший ректор Казанского университета Юрий Коноплев. Ученый-механик, заслуженный деятель науки России и Татарстана, лауреат премии Министерства высшего и специального образования СССР, член Академии наук Республики Татарстан. На протяжении 11 лет он руководил вузом. Всю свою жизнь Юрий Коноплев посвятил служению науке, высшему образованию и Казанскому университету. Научно-педагогический стаж ученого составляет свыше полувека. Наша команда выражает родным и близким соболезнования. Прощение с Юрием Коноплевым пройдет 7 мая в 11.00 в Институте физики Казанского федерального университета. Я приехал тогда из соревнований по баскетболу, там за сборную республики выступал. И оставалось несколько дней, чтобы подать документы. И вот я шел по улице и встретил своего знакомого. И вот он мне, мы в трамвае ехали в судгород, он мне рассказал, что вот он подал в университет, на такую специальность. Я на другое утро поехал, в последний день подал документы на эту же специальность. В Казанском федеральном университете прошел ряд мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Подробности узнаете далее. 9 мая – это один из самых важных праздников в истории России и других стран, которые принимали участие во Второй мировой войне. Традиционно в этот день чтится память тех, кто ценой собственной жизни защищал свою родину. Во внутреннем дворе Казанского федерального университета состоялось возложение цветов к мемориальной стене памяти преподавателей, сотрудников и студентов Казанского университета, которые сражались за родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Почтить память героев пришел ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин вместе с проректорами Казанского университета. День великий, святой день. Мы всегда вспоминаем тех сотрудников университета, кто участвовал, сражался за родину, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Они фактически обеспечили нам то, что мы сегодня живем, можем учиться, работать, творить. Мы вспоминаем их всегда с теплыми словами. К сожалению, практически все они уже ушли из жизни, никого не осталось. Помимо возложения цветов к празднованию Великого Дня Победы на главном здании Казанского федерального университета появился флаг Знамени Победы в Великой Отечественной войне. Инициативного ректора Сафина Ленарнатовича у нас повесили над нашим зданием Знамя Победы. Это на самом деле символично очень. Это новая традиция Казанского университета. И то, что мы сегодня пришли, провели данное мероприятие, я говорю еще раз, это одно из ключевых мероприятий в году, в нашей жизни и, я думаю, в жизни студентов. Торжественное мероприятие прошло в Елабужском институте Казанского федерального университета. Началось мероприятие с того, что обучающиеся университетской школы выстроились в бессмертный полк с портретами погибших родственников, участвующих в военных действиях 1941-1945 года. Далее состоялась минута молчания, а затем школьники отправились на встречу с ветеранами, после чего в Саду памяти и дружбы ребята посадили 20 декоративных яблонь. Этот праздник, который мы с вами будем встречать, для меня это очень большой праздник. Хоть я и не участвовал в Великой Отечественной войне, но я прекрасно помню, когда отец служил в Белоруссии, какое было отношение местного населения к нашим солдатам-освободителям. Они столько натерпелись от фашистов, что стоило только зайти в какой-то сельский магазин солдатов. Сразу все расходились и говорили, солдатик, давай ты первый. В Набережно-Челнинском институте Казанского федерального университета с первых чисел мая проходит череда мероприятий в рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Так, 5 мая директор института Георгий Катиев совместно с профессорско-преподавательским составом возложил цветы у вечного огня мемориального комплекса «Родина-Мать» почти в память солдат, погибших в бою, защищая родную землю. Желаю всем крепкого здоровья, раз. Желаю не забывать историю нашего Отечества, не забывать тот подвиг, который совершили наши соотечественники, родные и близкие, которые победили нацизм. Далее в инжиниринговом центре была организована праздничная программа, где звучали стихи и песни о войне. Были исполнены танцевальные номера, подготовленные студентами творческих коллективов МЧКФУ. Аделина Амдрахманова, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс. Ученые Казанского федерального университета работают над проектом, который позволит повысить урожайность в республике. Подробности расскажет моя коллега. Почва – это основа богатого урожая. Причем плодородность ее зависит не только от изначального типа, но и от правильного ухода за ней, от того, какой была зима и от того, насколько засушливой была весна. Чтобы посевной сезон не прошел даром, владельцы хозяйств специально готовят почву осенью и весной, используют различные удобрения. Однако значительная их часть может негативно сказаться на качестве урожая. Ученые Казанского федерального университета уже почти 10 лет работают над решением этой проблемы. В ходе своих исследований они выделили из почвы республики бактерии, которые благоприятно влияют на рост урожая и при этом ему не вредят. Тема фосфатомобилизующей бактерии как основу биоудобрений для сельского хозяйства республики Торстан очень актуальна, поскольку возрастает необходимость увеличения урожайности сельскохозяйственной продукции, экологически чистой, свободной от фитопатогенных организмов и безопасной для людей. Сейчас исследования носят фундаментальный характер. Ученые изучают влияние бактерий на корни растений. Предполагается, что препарат будет опробован уже в почве. Для того, чтобы изучить весь механизм действия, в рабочий состав помимо бактерий также включен флуоресцентный компонент. Он на свойства препарата никак не повлияет. С помощью него в дальнейшем будет проще изучить корень растения. То, как именно бактерии на него влияют. После этого ученые смогут скорректировать состав и продумать методы производства удобрения. Объектом исследования являются почвенные бактерии. Это бациллс гидингихуми и пантея бреннери. Эти почвенные бактерии, они выделены из почвы республики Татарстан по признаку максимальной фитазной активности. Данные бактерии продуцируют ферменты, фитазы. Эти фитазы, они выделены, очищены, изучены их свойства. Также нами установлено, что бактерии улучшают рост растений, увеличивают их биомассу. Бактерии способствуют увеличению энергии прорастания семян. Также обнаружен очень высокий ингибирующий эффект, фунгицидная активность против фитопатогенных микромицетов. И выделены вот эти фунгицидные соединения, они выделены, идентифицированы и установлена их форма фунгицидных соединений. Промежуточные результаты исследования ученые периодически публикуют в научных изданиях. Проект ученых поддержан грантами Академии наук Республики Татарстан, Российским научным фондом, а также Российским фондом фундаментальных исследований. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы. Универньюз. Ни для кого не секрет, что большинство существующих профессий смогут заменить роботы. Прогресс дошел до одной из самых популярных вакансий на рынке трудоустройства – сферы обслуживания. О новой разработке студентов Казанского федерального расскажет Виктория Бояренцева. Робот-официант, который не требует чьего в Казанском федеральном университете, появился официант, который привозит заказ к нужному столику, при этом не разлив ни одного напитка. Команда Лаборатории интеллектуальных робототехнических систем Института информационных технологий и интеллектуальных систем создала робота-официанта. Проект занял первое место на региональном этапе открытого российского чемпионата по робототехнике «Робокап». Разработка принимала участие в одной из самых сложных на чемпионате лиги «Робокап Robots at Home», которая направлена на практическое применение. В составе команды магистрант второго года обучения Артем Апурин, а также аспиранты Булат Абясов и Александра Доброквашина. Мы работаем на задачу реального какого-то кафе. Естественно, то, что там будут все равно ходить какие-то люди, может быть, другие официанты, еще что-то. И, соответственно, робот будет объезжать эти динамически появляющиеся препятствия. Его задача как раз-таки не пролить то, что он везет, не столкнуться с кем-то по пути, собственно, доехать успешно до метки и остановиться в некотором расстоянии от нее. На «Робокап» молодые ученые использовали уже существующего робота и модули навигации, разрабатываемые на протяжении многих лет в институте. По регламенту чемпионата были необходимы дополнительные детали. Для этого студенты напечатали на 3D-принтере специальную модель подстаканника. В систему управления добавили камеру высокого разрешения, которая считывает маркеры, прикрепленные к определенному столику. Также участники соревнования придумали алгоритм, позволяющий распознавать координатные метки, строить правильный маршрут движения и обходить препятствия. Команда наших студентов и аспирантов подготовила робота к этим соревнованиям. При этом программы, которыми мы пользовались для соревнований, состояли из модулей, разрабатываемых нами много лет. Над проектированием специальных модулей для робота Институт информационных технологий и интеллектуальных систем работал с 2017 года. Осуществление самой же прикладной задачи соревнований команда начала непосредственно за месяц, до начала чемпионата. Как подчеркивает профессор кафедры интеллектуальной робототехники Евгений Магид, Последняя неделя подготовки была особо напряженной, когда студенты проводили эксперимент на открытой площадке. Сможет ли робот заменить реальных официантов, покажет время. Тем не менее, студенты лаборатории интеллектуальных робототехнических систем еще раз доказали, что наука не стоит на месте. Виктория Бояринцева, Фарид Захитуглы, Универа Ньюс. Активисты студенческого совета Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета провели субботник у мемориала героям Великой Отечественной войны в Советском районе Казани. В этом году в преддверии Дня Победы они также провели акцию «Георгиевская ленточка», а также приняли участие в диктанте победы. В Чеченской Республике завершился чемпионат России по самбо среди студентов. В числе победителей – спортсмены Казанского федерального университета. По итогам соревнований у спортсменов вуза две золотые медали и одна серебряная. Сейчас спортсмены будут готовиться к соревнованиям мирового масштаба. Ренаш Зуинудинов, например, в составе сборной России поедет на Кубок мира по самбо в Киргизию. А Ксения Задворнова начнет подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Армении. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова